День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. И сегодня в нашей студии Светлана Викторовна Байдакова, подполковник полиции, начальник подразделения по делам несовершеннолетних в управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Здравствуйте, Маша. Очень рада вас видеть в преддверии праздника, вашего профессионального праздника в нашей студии. Хотелось бы, конечно, сначала, чтобы вы немного рассказали об истории службы. История службы наша начинается, как вы уже сказали, с 31 мая 1935 года, когда было издано постановление о ликвидации детской безнадзорности и преступности. С тех пор в главном управлении тогда еще рабочей костянской милиции были созданы детские комнаты. С тех пор подразделения по делам несовершеннолетних стали главным звеном в системе профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Данные подразделения способны выявить обстоятельства негативные, которые влияют на формирование детей как гражданина страны в целом и вообще на всю обстановку, что связано с воспитанием несовершеннолетних. В этом году у вас юбилей, 85 лет. Очень большой путь пройден за эти годы. Конечно. А сколько народу, сколько детей направлено на путь исправления, которые стали большими людьми и хорошо повлияли на нашу страну. Светлана Викторовна, расскажите непосредственно о вашем подразделении и как давно вы служите? В нашем подразделении, нашего управления, трудятся 43 человека, включая меня. Коллектив наш очень молодой. Я в подразделении уже служу почти 12 лет и за это время коллектив очень сильно поменялся. К сожалению, к большому сожалению ушли опытные сотрудники, кто ушел на пенсию, кто решил поменять на более спокойную работу. Но вместо них пришли молодые. Девчонки молодые все. И дело в том, что для того, чтобы сотрудник, вновь пришедший на службу, начал работать хорошо, познал какие-то азы, на это должен уйти минимум год. А для того, чтобы уже работа приносила положительные результаты, для сотрудника надо 3, 4, 5 лет. А так как нас, опытных сотрудников, осталось не очень много, мы стараемся всех обучить, но не каждый способен к обучению, либо просто не хочет что-то принять, как-то душой отнести к данной работе. Они уходят. Таким не место в нашей службе. Они сами принимают решение об увольнении, либо переходят в другие службы. И поэтому коллектив очень часто меняется. Хочу также отметить, что коллектив в основном женский. На сегодняшний день у нас сохранился один мужчина. У нас мужчины не задерживаются почему-то. Мы стараемся их брать на службу очень хорошо, когда есть мужчина, мужская рука. Но, к сожалению, наша работа, она требует очень много кропотливости и терпения. У нас очень много документации, которую необходимо вести, много писанины. И мужчины не всегда с этим справляются и уходят. И вот сейчас у нас один мы его храним, бережем. Потому что, ну, все-таки в такой службе должен быть хотя бы один мужчина. Светлана Викторовна, что входит в основные обязанности инспектора по делам несовершеннолетних? Как я уже сказала, в основном наша работа направлена на предупреждение безнадзорности и правонарушение несовершеннолетних. То есть на профилактику. Естественно, что все криминальные направленности, совершенные несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, это и есть основная задача органов внутренних дел в целом. Но и, в частности, подразделения по делам несовершеннолетних. Какое на сегодняшний день количество несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в нашем округе? Знаете, цифры варьируют. Вот на сегодняшний день у нас по округу состоит 300 несовершеннолетних на учете. Они состоят у нас из-за употребления спиртных напитков, из-за других антиобщественных действий, там, курение, например. Тот же переход железнодорожных путей является правонарушением, за это подросток ставится на учет. За это состоят. Есть, конечно, и судимые подростки, которые совершили преступление. У нас их порядка 20 человек. Есть, которые уже судом рассмотрены уголовные дела, примирившиеся с потерпевшими в основном. И те, по которым ставились приговора, и которые стоят на учете как судимые подростки. Вы уже сказали о том, что работа инспектора по делам несовершеннолетних – это нелегкий труд. Вот все-таки, чтобы выдерживать такие нагрузки, и, конечно же, безусловно, в первую очередь, это психологическая работа. Безусловно, нужно обладать определенными качествами и характером, и человеком быть состержнем. Какие основные черты? То, что специфика нашей службы, она отличается от других служб, вообще органов внутренних дел. Поэтому, помимо того, что человек должен быть профессионально грамотным, в нашей службе должна быть какая-то еще и педагогическая нотка. Работа инспекторов по делам несовершеннолетних, она складывается именно с детьми, и человек должен быть чутким. Найти особенный подход к любому ребенку, к каждому. Потому что, все-таки, у нас не бывает стандарта. У нас каждый ребенок – это отдельный мирочек, к которому нужно найти особенный подход. И должно быть чуткое сердце. Человек должен относиться со всей душой к своей работе. Иначе у нас невозможно просто работать. Вы уже сказали о том, что коллектив преимущественно молодой, но, тем не менее, вы гордитесь своими коллегами? Конечно, конечно. Мои инспекторы, они даже, наверное, делают больше, вот девчонки молодые, они делают гораздо больше, чем мужчины, которые служат довольно-таки долго. Все-таки они, от их работы зависит судьба многих малышей, которые в скором времени станут взрослыми людьми. Как вам удается находить вот те самые ниточки взаимодействия с подростками, потому что ситуации бывают очень разные и очень непростые, вот все-таки, чтобы их перевести, так скажем, в нужное, направить в нужное русло? Вы знаете, наверное, подростка нужно заинтересовать. Нужно поставить себя на его место, на место его родителей. Подумать, как правильно сделать с этой стороны, как с другой. В общем, как я уже сказала, найти особый подход. Дети, они разные. Есть очень такие податливые, которым нужна ласка, любовь. А другие есть, которые вот такие, знаете, нагловатые, нахрапистые такие. К ним уже, может быть, даже где-то с такой же точки зрения надо подходить, да так же вот немножко как-то серьезно, зло как-то, может быть, с одной стороны. Ну, зло, я, конечно, говорю, это не в прямом смысле, а со стороны психологии. Вот. А так, наверное, вот пытаемся их заинтересовать какими-то вот у нас очень много общественных организаций, какие-то военно-патриотические клубы, которых мы вовлекаем наших подучетников. Комитет по делам молодежи, вот тоже мы взаимодействуем с ними, куда мы направляем наших подопечных, для того, чтобы их организовать, занять их, чтобы они думали совсем о другом русле. Светлана Викторовна, накануне профессионального праздника, что бы Вы пожелали Вашим коллегам и ветеранам службы? Во-первых, своим коллегам, всем коллегам, я хочу пожелать надежного тыла в семье. Потому что, наверное, это самое главное, что ты знаешь, что тебя ждут дома. В этот момент я, наверное, хочу сказать спасибо всем нашим родным и близким, которые терпят нашу занятость, отсутствие нас дома, потому что мы не знаем, будем мы выходные, не будем, день ненормированный. Нет, формально он, конечно, ограниченно времен, но дело в том, что, когда что-то происходит, естественно, мы остаемся на работе до конца, при этом, конечно, ущемляя наших родных и близких. Поэтому вам огромное спасибо за терпение. А во-вторых, я хочу пожелать, наверное, личного счастья, успехов, повышения по службе, повышения профессионального уровня. И огромное спасибо и огромную благодарность я хочу выразить нашим ветеранам, пожелать им крепкого здоровья, долголетия, потому что некоторые еще из них состоят с нами в одном ряду, защищают детство. Светлана Викторовна, мы присоединяемся, безусловно, ко всем поздравлениям в канун вашего профессионального праздника. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...